Сегодня Лада снова пришла в зал. Впереди два часа занятий, растяжка, спарринг и отработка приемов. Такой совсем не женский спорт девочка выбрала сама, когда ей было всего шесть. Прошло три года, но тренировки до сих пор не пропускает. Я ждал момента, когда кто-то получает по губам или по зубам, простите. И этот момент переломный мог. Я думал, как она. Этот момент пришел где-то месяц через занятий. Она получила по лицу в рентренировке. Мы ехали домой со слезами. Я спрашивал Лада, ну что, все? Она говорит, нет, я буду заниматься, я буду драться, я буду бороться. И вот ее первая серьезная победа. В Рязани Лада обошла спортсменок со всей России. Кубок Рязанского Кремля – этап подготовки токвандистов к первенствам России, Европы и мира. Чтобы получить заветный приз, Ладе пришлось провести три боя. Со своей главной соперницей из Нижнего Лада в бою уже встречалась. Нижегородская спортсменка всегда побеждала. Но на этом кубке наша Лада решила поменять тактику. У моей соперницы была очень хорошая растяжка, потому что она раньше ходила в гимнастику. И поэтому я ей проигрывала, потому что она всегда била больше в голову. И она ходила в одну стойку, которую я всегда проигрывала. На третьем бое я посмотрела на эту соперницу. Потом ее переиграла всем силой, силой, терпением. И так вот получилось. Чтобы Лада занималась, папа не жалеет ни сил, ни денег. Хоть токвандо спорт незатратный, но вкладываться приходится. Только на одну поездку в Рязань ушло 8 тысяч. А вот местные власти спортсменам не помогают. Ни автобус для соревнований, ни площадки для занятий не выпросишь. В таких условиях чемпионы вырастают только у лучших тренеров. Евгений Зикунов, заслуженный тренер России, на чиновников давно махнул рукой. Среди его воспитанников – чемпионы, призеры мировых европейских первенств. Он воспитывает победителей в любых условиях. Не нужно просто от ребенка требовать того, чего не может на данный момент. Им нужно сначала дать определенную информацию, навыки, а потом требовать с них. И тогда ребенок будет готов и психологически, и физически. Он выступит и даст вам нужный результат. Естественно, призы, призы еще раз, призы, кубки, медали. Дети счастливы, довольны, выходят в соревнования. У них, естественно, есть мотивация. Они хотят выигрывать. Вот и Лада продолжает работу. В 9 лет у нее уже синий пояс, но для ее мечты этого мало. Лада хочет во Всемирную академию тэквондо. А туда берут только лучших спортсменов мира.